Будут ли у жителей Сергиево-Пасадского округа выборочно брать тесты на антитела к COVID-19, как это делают в столице или нет? Олег Дмитриев ответил, как обстоят дела на сегодня. Эта тема в виде пилота, запущенной в Московской области. Определены первые 10 организаций, которые также начали участвовать в тестировании наших работников, сотрудников медицинских организаций. По завершению пилота этот опыт, я думаю, будет распространен на другие организации, медицинские организации Московской области. В настоящий момент мы в пилот не входим. Что же касается тестов, подтверждающих наличие или отсутствие коронавируса, то зачастую возникают вопросы сроков их изготовления у пациентов РБ и филиалов. Средние сроки изготовления москов на самом деле сегодня составляют от 3 до 7 дней. Но уж, конечно, если там больше недели, это уж какая-то отдельная история. Я могу сказать, что лично мои моски были благополучно утеряны. Ну, видимо, вот так тоже бывает. Олег Дмитриев отметил, что на лечение больного тест на коронавирус не влияет. Врачи назначают терапию, основываясь на клинических признаках. Но он важен для того, чтобы, например, закрыть больничный и снять с человека карантин. Критерием выписки уже явилось не наличие москов отрицательных, а клиническая, лабораторная и рентгенологическая картина. То есть положительная динамика. Ну, там были следующие критерии. Не менее 7 дней при положительном лабораторных исследованиях, при положительной динамике по данным КТ, человек может быть переведен на домашнее долечивание. И дома уже, находясь в режиме самоизоляции, дожидаться этих москов. Естественно, что, покуда моски не пришли, человек не может покидать режим самоизоляции, значит, больничный лист на него должен быть продлен. Но бывают ведь и другие истории, когда уже и моски отрицательны, а заболевание было настолько мощным, у человека такая пролонгированная остыня, он очень быстро утомляется, он еще нетрудоспособен, поэтому больничный лист может проделяться и даже дольше, после того, как пришли отрицательные моски. В целом, отметил Олег Дмитриев, наметилась тенденция, когда число поступающих пациентов сравнялось с числом выписываемых. И это уже хорошо. Оксана Мирожникова, Алексей Волков, Михаил Кирсанов. Программа «События».